Добрый день, уважаемые. 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 Я сегодня очень рад тому, что могу участвовать в церемонии открытия второй французско-русской конференции, посвященной памяти великого литовского ученого Греймааса. Первая конференция состоялась несколько лет назад. Многие из тогда участвовавших приехали и сегодня. Я всех приветствую, всех благодарю за то, что продолжается наше совместное дело. Я, как представитель Центра Балтославянских исследований в Институте славяноведения Российской Академии Наук, очень рад тому, что нам удается внести свой вклад в продолжение того, что было начато учеными наших двух стран и продолжено во многих других странах. Многими нашими коллегами, часть которых не могла подъехать, но здесь присутствует. Я хотел бы больше всего поблагодарить тех, кто участвовал в первоначальных работах с Греймасом и вас знал лично. Греймас был очень заинтересован в продолжении именно этих одновременных исследований. Его поразило то, что почти одновременно я и Владимир Николаевич Топоров вместе со мной начали заниматься сравнительной балко-славянской мифологией, примерно в то же время, когда к этому всерьез снова обращается Греймас. Но мы в каком-то степени исходили из похожих, хотя не совсем одинаковых источников. Греймас вдохновляли труды по сравнительной мифологии, созданные в основном в XIX веке, но отчасти в самом начале XX века я имею в виду замечательные лингвистические работы «Буги», где рассматривались и некоторые вопросы антропологии, и некоторые другие труды, созданные именно в то время, в самом начале XX века, то есть тогда, когда разъединение лингвистики и мифологии еще не было таких существенных результатов, которые были позже. А позже мы сейчас возвращаемся к соединению этих наук, но также и к большому их расширению. Я думаю, что вначале необходимо упомянуть о той колоссальной работе, которую выполнял Вячеслав Селыч, и как руководитель Центра Балтославянских исследований, и как директор Института мировой культуры, как председатель комиссии антропологии культуры научного совета по истории мировой культуры Российской Академии наук. Как иностранный член Британской Академии наук, член Американской Академии наук и искусств и Латвийской Академии наук, почетный член Американского лингвистического общества, член Американского философского общества, член Совета ученых Библиотеки Конгресса Соединенных Штатов, почетный профессор целого ряда иностранных университетов Франции, Германии, Соединенных Штатов, Канады. Не будем забывать, что Вячеслав Селыч был членом Союза писателей России, членом Пен-клуба и то, о чем уже Валерий Александрович упомянул, был лауреатом государственных премий дважды и премии президента Российской Федерации 2004 года, а также премии Бориса Пастернака, кавалером Ордена Великого Князя Литовского Гедеминуса. Ну и, наверное, нужно упомянуть о том, что Вячеслав Селыч является автором более двух тысяч печатных работ. И, конечно, потеря, та утрата, которая сейчас произошла, это потеря для нас всех, кто знал Вячеслава Селыча лично, и для тех, кто только читал его труды, и, безусловно, это потеря для мировой науки. Его труды входят в самые сжатые списки рекомендованных работ, например, в области сравнительно исторического языка знания. Я не представляю себе ни одного учебника, где бы работа индоевропейский язык и индоевропейцы не входила бы в качестве обязательной рекомендованной литературы. И надо сказать, что если еще лет 15 тому назад о глотальной теории как-то упоминали вскользь, то теперь приводятся специальные главы, специальные разделы, в которых глотальная теория рассматривается подробно с доказательствами правильности именно этого взгляда. Отчасти блестящий перевод, который сделала Джоанна Николс на английский язык, способствует тому, что вот этот труд известен в достаточной мере. С точки зрения заслуг Вячеслава Селыча перед российской наукой, мне даже просто трудно перечислить не только эти заслуги, но и области, в которых эти заслуги у Вячеслава Селыча имеются. И здесь невозможно не упомянуть и о той гражданской позиции, которая повлияла, конечно, на творческую судьбу Вячеслава Селыча, когда в результате выступлений по поводу доктора Живаго Вячеслав Селыч лишился возможности преподавания в Московском государственном университете. И перешел на занятия, связанные с математической лингвистикой. И, наверное, обязательно нужно упомянуть о тех многих десятилетиях, которые Вячеслава Селыча связывали с Институтом словеноведения и балканистики, который теперь, к сожалению, только Институт словеноведения. — Только что мы слышали сопоставление, которое сделал сам Вячеслав Селыч, той работы по балтийской мифологии, которая была опубликована вместе с Владимиром Николаевичем. То, что отразилось и известно во всем мире, как интерпретация и реконструкция основного мифа, то, что повлияло в дальнейшем на труды крупнейших индоевропеистов. И с этой точки зрения можно рассматривать многие работы Кэлберта Воткинса, в том числе его знаменитую работу «Как убить змею по-индоевропейски». Именно как продолжение развития этих идей. И я вспоминаю первую советско-американскую встречу лингвистов, которая проходила в Москве и тогда еще в Ленинграде, на которой эти проблемы тоже обсуждались. Мы обязаны Вячеславу Селычу десятками статей и тем, что само это издание «Мифы народов мира» стало тем изданием, которым оно стало. Первоначально это планировалось как краткий словарь. И только стараниями Вячеслава Селыча это превратилось в настоящую энциклопедию, которой, хотя она вышла в 80-е годы, но мы можем быть уверены, что вся литература до 80-х годов там учтена. И, соответственно, пользоваться этим в полной мере. Мне хотелось бы вспомнить также о том вкладе, который Вячеслав Селыч сделал в развитие изучения тахарских языков. В 1963 году он издал том, посвященный тахарским языкам, о которых в России в это время, боюсь, что мало кто вспоминал, кроме Вячеслава Селыча. Наверное, есть смысл вспомнить и о его кандидатской диссертации, защищенной в конце 50-х годов по структуре «Корня в хетском языке». Издание, которое вряд ли кто-нибудь держал в руках из здесь присутствующих. Но на самом деле это был настоящий прорыв, и Вячеслав Селыч потом не обращался к этим, не ссылался на эту работу. Но это работа замечательная по движению мысли и по целостности концепции, по целостности структуры. Следует, очевидно, напомнить, что студенческие годы Вячеслава Селыча совпали с тем временем, когда нельзя было упоминать о лингвистической компаративистике, когда занятия у Михаила Николаевича Петерсона проводились, собственно, подпольно. Официально это были занятия по литовскому языку и по санскриту, а неофициально это были занятия, продолжавшие традиции исследования компаративистики. Конечно, я уверен, что в выступлениях именно эта сторона будет развернута в большей мере, но об этом нужно упомянуть. Труды Вячеслава Селыча, конечно, очень и очень во многом определили то, что сейчас принято называть Московско-Тартусской семиотической школой. В том числе его монография, очерки по истории семиотики в СССР и те не только главы, но и отдельные публикации, затем связанные с творчеством Эйзенштейна, которые во многом определили исследования, связанные с историей кино. Мне бы хотелось также упомянуть, я уверен, что в выступлениях будет эта сторона чисто человеческая, подчеркиваться не раз. У Вячеслава Селыча не часто, но встречаются страницы в научных текстах исключительно возвышенные и поэтические. Например, то, что он в книге «Чет и нечит» написал о Соколянском и о его школе, в которой вот эти несчастные, слепо-глухонемые дети возвращались к нормальной жизни. Я думаю, что если смотреть на страницы гуманитарных исследований, мы едва ли найдем где-нибудь столь поэтическое и прочувствованное обращение к материалу, как вот эти страницы. Нельзя не упомянуть и о том, сколько Вячеслав Селыч сделал для исследования русской литературы. И здесь, опять же, чрезвычайно широкий спектр от литературы XX века до исследований, посвященных русской оде XVIII века. И, конечно, при общении с Вячеславом Селычем, в первую очередь, поражал масштаб его личности. На то, насколько он живо и насколько с его невероятной начитанностью он легко откликался на любые вопросы, которые с ним хотелось обсуждать. При этом нельзя не упомянуть и о его кипучей энергии. Вот последние наши встречи не на экране. Происходили обычно в перерыве между лекциями, которые он читал в РГГУ, когда он укладывал целые курсы в одну-две недели и в перерывах еще находил время для того, чтобы обсуждать какие-то проблемы, явно не относящиеся, потому что читал он там не индоевропейстику, это было в рамках русской антропологической школы то, что он читал. И вот это удивительное, с одной стороны, начитанность, с другой стороны, удивительное чувство нового, чувство границ, которые переступать нельзя в научном знании, и, с другой стороны, понимание, насколько эти границы могут быть продвинуты, насколько может быть смещена граница между нашим знанием и незнанием. И вот благодарная память Вячеславу Всеволодовичу, конечно, нас всех объединяет, и очень хотелось бы, чтобы эта память в том числе материализовалась в том разделе, который в трудах отделения будет опубликован. Благодарю вас за внимание. Масштаб личности в академике Вячеслава виден прежде всего в том, что его считают своим учителем, считают и считают ученые, которые, в свою очередь, создали целое направление. Филология, которых он в свое время объединил в Франциспусе Славяновидне-Балканистской в отдел лингвистической типологии. Это Владимир Антонович Дебо, Андрей Анатолий Залезняк, ушедший от Анастасиана Михайловна Николаева, Владимира Николаевича Топоров. Это была целая эпоха в истории нашей филологии. Я хотел бы, чтобы вы сейчас услышали Владимир Антоновича Дебова, который здесь присутствует. Понимаете, к времени, когда Вячеслав Пселонович кончил университет и аспирантуру, сравнительно историческое языкознание в России было, в общем, разгромлено. В какой-то степени сохранялась ленинградская школа, замкнувшаяся в основном на изучении близкородственных языковых групп, ну, то есть, иранских, итальянских, итальянских, и германских, конечно. В Москве, вообще-то, фактически исследовательская работа не велась с древними языками индоевропейскими, не велась. Довольно хорошая иранистика была, которая занималась изучением бесписьменных и письменных новых иранских языков. Вот. Ну, и компаративистика вся была зациклена на исследовании отношений между этими группами языков. Ну, и, конечно, словистика в какой-то степени. Вот. И, как только появляется Вячеслав Всеволодович, вдруг происходит колоссальный переборот в состоянии сравнительно исторического языкознания появляется настоящая индоевропейстика, причем на самом высоком уровне, европейском уровне. Вот. Ну, это действительно стервернейшее свидетельство роли Вячеслава Всеволодовича как ученого и как культуртрегера, то есть человека, который все это знание, которое накопилось и которое существовало еще до советского периода и в России, он все это вынес и представил на самом высоком уровне. Его кандидатская диссертация была признана заслуживающей докторской степени, и потом ее попытались потерять и только через определенное время как-то нашли и подтвердили ее качество. Я был фактически первым аспирантом Вячеслава Всеволодовича и история со мной в значительной степени характеризует его как ученого и как человека. Дело в том, что я окончил Горговский университет историко-филологическое отделение, причем по по русскому языку. Только наличие в библиотеке Горького старой русской литературы и не только русской, там даже была германская грамматика. и было довольно большое забрание русских филологических журналов, то есть русский филологический вестник и эти по греческому языку и по античной филологии были журналы, и там можно было чему-то научиться, сидя в этой библиотеке. окончил Горьковский университет, я послал работу в Институте языкознания, тогда был объединенный Институт русского языка и языкознания. Приехав в Москву по дороге в Марийскую Республику, куда был назначен учителем, я зашел в отдел аспиратуры и мне объяснили, что намеками, что обо мне было послано в Горьковский университет запрос, и там прислали очень плохую характеристику, такую же характеристику послали в министерство Марийской Республики, как я потом узнал. Ну и я поехал преподавать. Приехав в Марийскую Республику, я первым делом позвал во все университеты Советского Союза вопрос, будет ли прием аспирантуру по индоевропейскому историческому языкознанию, и все университеты ответили мне, что нет, такого приема не будет, и такой специальности у нас нет. Вот, и только из Московского государственного университета я вдруг получил письмо Вячеславу Всеволодовичу, где на мой значит вопрос он отвечал, что что у нас в Московском будет прием, что чтобы заниматься по заявленной мной теме, а это была тема ларингальная гипотеза индоевропейстики, нужно читать на всех европейских языках, вот, если это невозможно, то нужно взять другую тему. ну, я, значит, сказал, что это возможно, написал, что это возможно, он прислал мне указание на статью, по-моему, Богда, где была абжурдная библиография по ларингальной гипотезе, и я начал выписывать из Ленинской библиотеки соответствующую литературу, то есть ну, статьи мне присылали микрофильмы, статьи, которые я читал нам, отправив детский фильмоскоп на пламя лампы. Электричества не было, лампа была керосиновая, но довольно хорошо видно было. Вот, а для того, чтобы получить книги, надо было переименовать библиотеку из поселковой в городскую, я пошел в сельсовет и попросил это сделать, они прекрасно это все переименовали, выдали мне 30 рублей в месяц на отсылку, пересылку книг, и я получал из ленинской библиотеки аккуратно, очень аккуратно литературу и смог протрулировать наверное десяток работ довольно серьезных, в том числе и эндохердские ларынгалы там потом мюллеровские семьи то эндоевропейские словары и так далее вот ну через некоторое время мой ученик который работал шофером и жив на этой базе автобазе там движок работал и мы смогли даже увеличивать микрофильмы и читать их уже с увеличенных объемов вот ну и соответственно я написал автореферат по этой деории и послал в Москву но меня довольно поздно как-то не догадались что я был где-то там в Русской Республике и думали что здесь поближе и вызова не было мне пришлось написать послать телеграмму почему нет вызова ну мне прислали вызов и когда я приехал отправили сразу сдавать экзамены ну экзамен прошел очень хорошо по-моему все экзаменаторы интересовались тем как я мог читать какие-то работы будучи в Марийской Республике вот неудача это по истории партии я не мог ответить сколько пуры должны по последнему постановлению пленума смести яиц мне мне за это снизили отметку и мечтал что пришлось сходить в министерство и добиваться моего приема ну сразу же я попал на него курсы по по хетскому по тахарскому языкам по сравнительно ну фактически сравнительной грамматики балтославянской реконструкции вот балтославянского языка ну в это время было как раз в этот период был первый московский съезд это какой номер я не помню словистов где было конечно очень интересно в связи с тем что встреча мы увидели и пасмора и станго и балаковская это в общем это было очень интересное событие вот и значит естественно вот были эти лекции Вячеслава Сервовича и доклад его и Топорова на съезде где значит была выдвинута идея что славянские языки это один из диалектов балтославянского единства вот ну и сразу после этого вдруг появилась масса учеников причем сразу появились гениальные ученики типа вот Ильича Свитовича и того же Сережи старости вот такого возраста типа и следователи и начался вот этот вот бурный рассвет сравнительно исторического языка знания в московских институтах и университете ну и естественно продолжилось дальнейшее развитие в Ленинградском Ленинградской сравнительно исторической школы в России я и хотел первую рассказать спасибо спасибо Елена Викторовна Падочева не могла бы законно-советского времени работать в этом отделе в новой неделе потому что всегда была статусом в отделе Вячеслав Силович был моим учителем то есть я его ученица в прямом смысле слова Вячеслав Силович был руководителем моим фактическим руководителем моей дипломной работы и научным руководителем моей диссертации кандидатской он был вдохновителем и адресатом всех моих научных сочинений когда я была на первом курсе к нашей группе представили Иванова для проведения политинформации он видимо в это время был аспирантом это была его общественная работа можно себе представить что это была за информация но Иванов умел работать во всех формах давно это было надо сказать 65 лет тому назад но я хочу сказать одно слово очень важное Иванов это великий человек ну вот говорится то что ученые эпохи возрождение это такое клише но на самом деле доклад Иванова или лекция Иванова это был источник вдохновения содержания жизни короче говоря с Ивановым от нас ушла целая эпоха эпоха где он был главной фигурой более молодые люди которым не довелось видеть и слышать Иванова могут получить некоторые представления о нем по четырехсерийному фильму который прошел по телевидению в сентябре этого года основное впечатление от фильма что перед нами великий человек я хочу сказать об одной черте личности Вячеслава Севдовича о его бесстрашии он говорил и делал то что считал нужным в те жестокие годы когда почти все было нельзя он участвовал в деле Пастернака в истории с присуждением ему Нобелевской премии и за это был изгнан из Московского университета был лишен возможности общаться со студентами он перенес это мужественно и продолжал говорить и действовать так же бесстрашно как и раньше Трагикальническая история была с приездом в Тарту Якобсона даже не в Тарту а в отопе где проходила летняя школа по семиотике или как она тогда называлась семиотика было слово под запретом она называлась школа по вторичным моделирующим системам когда Якобсон и Иванов перемещались так сказать к бедству своего назначения в какой-то инстанции в Эстонии был задан вопрос кто сопровождающий и иностранцу нельзя было перемещаться без сопровождающего Иванов сказал я сопровождающий и в Эстонии это сошло ему с рук хотя более неблагонадежного сопровождающего конечно трудно себе было представить ясно что это была рискованная операция и таких рисков было много про современника обычно трудно сказать великий человек про Иванова это сказать мне кажется легко и естественно я как бы представительства несколько иного мира но мир который тоже был близок Вячеслав Всеволодчу так сложилось что как бы замкнулась история наших взаимоотношений потому что первый раз мы близко познакомились в конце шестидесятых в начале семидесятых годов когда я только-только кончил университет и был связан с работой в госфильмофонде с возможностью показа разного рода фильмов и тогда по инициативе не только Вячеслав Всеволодович и Михаиловича Лотмана вот целой большой группы людей с которыми я тогда имел дело и которым перед которыми в известной мере преклонялся вот мы решили провести такой семинар с показом всего запретного и знаменитого что можно было вытащить из госфильмофонда и действительно на этот семинар приехал весь цвет значит Московской Тартусской семиазической школы тогда сестра моя училась на филфате на структурной лингвистике и через там Владимира и Бориса Успенских мы общались с математиками с самыми разными людьми именно тогда Юрий Михаилович Лотман затеял свою книгу про кино и семиотика и все это было очень в моде вот не буду вдаваться в подробности они очень любопытные и именно тогда мы каким-то образом сблизились на почве неортодоксальной любви к неортодоксальному кинематографу ну и много-много лет спустя относительно недавно в честь 85-й годовщины Вячеслава Селыча мы в госфильмофонде где хранятся все эти книги провели большую конференцию связанную с когнитивистикой взаимодействием культурологии семиотики психологии идея которой принадлежал Вячеславу Селычу и таким образом как бы круг замкнулся я всегда был благодарен Вячеславу Селычу за то что он был таким своеобразным связующим звеном между с одной стороны академической наукой а с другой стороны презренным экранным искусством которое никто всерьез не воспринимает до сих пор вот было несколько человек которые как бы серьезно к этому относились из тех кого я помню там Никита Месеев Велихов во всей академии наук там 3-4 человека остальные обычно говорили вы еще нам про цирк что-нибудь расскажите когда я начинал что-то говорить про кино вот а Вячеслав Селыч конечно любил кино и вот сегодня мне пришла в голову идея что он любил кино как любовницу потому что вот основная его научные интересы лежали в другой области и тем не менее вот последние буквально месяцы жизни он продолжал работать именно над книгой которая была посвящена Эйзенштейну и которая надеюсь нам удастся издать поэтому благодарность ему в первую очередь за то что он открывал какие-то вещи которые в том числе для академического сообщества долгое время оставались закрытыми ну а сколько он открыл для меня и моих коллег это не хватит целого вечера поэтому я присоединяюсь ко всем тем словам которые сегодня были сказаны и надеюсь что наследие его будет жить в том числе и на пересечении с одной стороны академической науки а с другой стороны живой культуры потому что он был человеком чрезвычайно живым и чрезвычайно живо откликающимся на все что происходило вокруг академия Лена Падочева сказала что Вячеслав Всеволодович был великий человек он был не только великий человек это был вождь Вячеслав Всеволодович я знал его с 57 года то есть вот 60 лет и он был моим непосредственным начальником в течение 13 лет и после этого ну жизнь нас сводила разводила мы встречались в частности и в Москве я хочу лишь отметить несколько для меня важных моментов в личности Вячеслава Всеволодовича Володя Дебо говорил о том что он был у него были ученики да любовь к молодежи и любовь молодежи к нему была одной из самых важных личностных черт Иванова у него было много учеников которые его обожали которые прислушивались каждому его слову и к числу таких учеников я хочу предстоит два имена которых как раз Володя назвал это имя Ильича Свитыча и имя Старостина который через много лет включился в ту же когорту эти люди создали новое направление лингвистики и культурологии на стратическую теорию вождем который был Иванов он так сказать как бы сам введя работы в этой области он обобщил все это и подал все это мировому научному сообществу вторая черта Иванова которая мне кажется очень важной это то что он все время работал на пересечении точных наук и лингвистики это был человек который сам провозгласил и осуществил единение лингвистики языкознания культурологии и многого в разного рода так называемых точных наук особенно математики его дружба и сотрудничество с Калмагоровым должны быть здесь упомянуты кроме Калмагорова я хочу упомянуть о занятиях Вячеслава Иванова теории симметрии столь важной в математике и вообще в современном мироощущении у Иванова есть работы в этой области которые еще будут открыты и прочитаны и третье я хочу сказать о том что Вячеслав Всеволодович был настоящий вождь вождь и молодежи которая обожала его слушала каждое его слово буквально бежала следовала за ним но вождь и широких культурных слоев это был настоящий вождь интеллигенции это был настоящий и первый шестидесятник он был первым кто принимал участие в первой демонстрации в защиту прав человека в Москве в 1965 году здесь должны быть упомянуты его дружба с Ларисой Богораз одной из главных фигур в движении сопротивления тех лет и его многолетней дружбой с академиком Сахаровым все это не только личностные черты Иванова но и его общественная деятельность которая как мне кажется не только должна быть продолжена другими но и не должна быть забыта что же осталось осталось конечно его атмосфера его труды его влияние и я хочу упомянуть о том что осталась его семья и об этой семье надо помнить надо знать о его вдове Светлане о его сыне Лене а также о той семье которая предшествовала всему этому о его матери Тамаре Владимировне о его отце и о его брате обо всех них надо помнить это дорогие люди которые дали нам того о ком мы сегодня вспоминаем для нашего поколения лингвистов ну скорее лингвист могу говорить о лингвистах компоративистов нашего поколения Вячеслав Селыч был таким фонарем что ли факелом в когда мы еще учились в университете то и дело происходили какие-то его публичные лекции и всегда мы на них ходили надо сказать что уже там моих студентов последних лет трудно было соблазнить туда пойти они как-то больше стремились за практическим знанием а лекции Вячеслава Селыча всегда и доклады всегда давали нечто значительно более воздушное они демонстрировали просто его способность ловить информацию из воздуха и соединять кажется с первого взгляда несоединимое вот отсюда ну вот все что говорилось о его межспособностях о его вкладе в междисциплинарные области языкознания конечно вот связано именно с этой способностью которой хотелось подражать ну просто мы этому учились и надо сказать что ну вот уже упоминалось что у Вячеслава Селыча были очень крупные ученики а я бы хотела сказать что научные школы бывают собственно разных типов и в одних научных школах мы видим людей которые продолжают исследования учителя при этом безусловно всегда глава школы остается значительно достижение главы школы значительно более серьезно чем достижение его учеников и собственно ученики представляют собой менее что ли менее интересные фигуры для науки чем их учитель и надо сказать что кажется что вообще принято называть научными школами именно это вот а бывают научные школы ну вот я подозреваю что сережа старстин спрошенный вот просто так никогда бы не сказал что вячеслав селчего учитель но на самом деле надо понимать что мы росли на этом мы росли на том что ты должен знать все там читать на всех языках всю литературу которая касается твоего предмета в языкознании и всю литературу которая касается твоего предмета в антропологии например вот а значит книжка европейский язык индоевропейцы сохраняет свою ценность несмотря на то что очень многие решения которые там приняты можно оспорить во всяком случае теперь когда у нас появился там новый языковедческий материал и так далее но оно оспаривается если ты думаешь так тем же способом который там представлен вот значит на стратический семинар собственно говоря сами исследования по дальнему родству на стратический семинар основатели его могут сказать что он был основан независимо от Вячеслава Селыча но на самом деле это рабочая группа создалась на основании рабочей группы которая ходила заниматься хецким языком к Иванову вот ну и конечно в общем в общем я очень трудно говорить о личности такого масштаба в науке но я бы считала что это действительно основание современной московской компаративистики и и конечно надо стараться тоже не сразу выбрасывать письма из Марийской Республики когда они к тебе приходят вот и Вячеслав Селыч всегда поддерживал все интересное что видел это иногда это были странные казусы так например однажды нам позвонил знакомый бывший второшкольник который биолог значит это было середина 80-х где-то и спросил какую я знаю литературу по проблеме установления авторства на вопрос зачем тебе он сказал что у него идея отождествить авторство генетического кода и еврейского алфавита потому что одинаковое количество значит букв и белков мы сказали ты с ума сошел он отвечал а я рассказал про это Вячеслав Селычу Иванову и он сказал что это очень интересно вот потом встретив на семинаре Вячеслав Селыча я ему эту историю рассказала он долго смеялся но ничего никак не прокомментировал вот значит ну вот тем не менее мне кажется что наука растет именно на такой почве вот я хотела бы рассказать немного о той части деятельности Вячеслава Селыча Иванова которая была посвящена изданию трудов его отца Всеволода Иванова и моего дедушки Всеволода Иванова моя мама Мария Всеволодна была сестрой Вячеслава Селыча вот она была дочерью Всеволода Иванова от предшествующего брака и где-то начиная с 2006 года мы вместе с Вячеславом Селычем работали над изданием трудов Всеволода Иванова и я очень рада что сегодняшнее заседание и такой день памятный происходит именно в институте мировой литературы потому что конечно вся вот эта работа и те книги которые я покажу они родились в стенах института мировой литературы и нас очень поддержал академик Александр Борисович Куделин директор института и заведующий отделом новейшей литературы новейшей русской литературы член-корреспондент Наталья Васильевна Корниенко и вот вот эта первая книга которую мы сделали вместе она называется неизвестный Всеволод Иванов ее открывает и закрывает статьи Вячеслава Всеволодча тогда в 2006 году была создана здесь в МЛИ научная группа и Вячеслав Всеволодч приезжал на заседание этой группы это были и сотрудники института Горьковской группы и нашего отдела новейшей русской литературы это были сотрудники ученые из Петербурга из Саратова и из Москвы из других институтов и библиотеки Ленина и вот Вячеслав Всеволодч собственно книга была задумана как издание материалов архива Всеволода Иванова сюда вошли и сибирские произведения Всеволода Иванова неизвестные и не публиковавшиеся никогда ранее его пьесы алфавит синий в полоску канцлер левша и многое другое и обо всем этом Вячеслав Всеволодч и написал и старался рассказать нам тем кто готовили эти материалы он приглашал в Переделкино в день памяти дедушки 15 августа приезжали исследователи и он такое ну чуть ли не как-то это было что-то среднее между лекцией и научным докладом он старался рассказать о своем отце причем рассказать и представить Всеволода Иванова таким каким он ну понятно был в его памяти но и сам Вячеслав Всеволодч человек энциклопедических знаний и о своем отце Всеволоде Иванове он говорил так же то есть именно из его уст мы узнавали что Всеволод Иванов был и поэтом и дружил с поэтами и Вячеслав Всеволодч даже предлагал собрать такую антологию из поэтических произведений Всеволода Иванова и издать ее он интересовался наукой много рассказывал об этом своему сыну он интересовался историей религии в огромной библиотеке Всеволода Иванова и Вячеслава Всеволодча собраны книги по самым разным отраслям знаний я очень надеюсь что благодаря российской академии наук эта библиотека вся будет соединена в каком-то пространстве и будет памятной библиотекой Вячеслава Всеволодча хотелось бы показать еще вот это издание это литературные памятники тайны тайны Всеволода Иванова вышедшие в серии знаменитой академии наук литературные памятники а когда шла работа над этой книгой Вячеслав Всеволод читал все и комментарии и давал советы хотя мне казалось что вот та научная часть комментария ему ему представлялась ну что ли сужающие интересы его отца и поэтому когда закончилась эта работа он сказал он говорил давай мы сделаем книгу тайны тайных но такую для широкого читателя и благодаря совместной работе с ним вот эта книга появилась я очень рада подарить экземпляры всем членам президиума сегодняшнего дня эта книга эта книга была издана в сибири в новосибирске я последние несколько лет я ездила в сибири всегда рассказывал Вячеславу селчу вот и просто и на этих днях 15 августа о том что там сделано на родине дедушки по изданию его произведений а сделано было многое начались с 14 года Ивановские чтения в новосибирске куда Вячеслав селчу посылал такой видео привет и в этом году когда я туда ездила они организаторы этих чтений уже зная о том что Вячеслав селчу нет с нами такой памятный момент этих чтений был для них он тоже человек был дорогой значимый в этом издании Вячеслав селчу принадлежит и вступление и вступительная статья где он как раз представляет опять вот в таком самом широком ключе своего отца Всеволода Иванова и последняя встреча ученых и тех кто занимался творчеством Всеволода Иванова была здесь в институте мировой литературы это была конференция в 2015 году посвященная 120-летию со дня рождения Всеволода Иванова и столетию революции это был последний на следующий день дядя Кома улетал уже в Америку и это был по сути последний день и последний приезд его в Россию я очень хорошо помню как вот целый день он приехал сюда и открывал эту конференцию вел первое заседание и потом немножко ему надо было отдохнуть все-таки это было очень тяжело целый день хотя он очень жалел что он не послушает доклады тех которые были посвящены творчеству дедушки а вечером он приехал сюда еще раз и был вечер воспоминаний он рассказывал об отце и читал стихи и вот в течение всего октября те люди которые из других городов приезжали на эту конференцию писали мне письма о том какое важное для них это был какой важный это для них был день и как они запомнят навсегда эту встречу и я хотела бы тоже прочитать стихи Вячеслава Всеволодовича вот эта книжка она была издана в пятом году здесь собраны стихи Вячеслава Всеволодовича он был и поэт и одно из этих стихотворений посвященное памяти отца памяти Всеволода Вячеславовича Иванова я хотела бы прочитать сам дядя его часто читал и читал вот в переделке на тем кто приезжал и из этого стихотворения видно насколько близки они были близки и по духу и по любви и по интересам здесь в стихотворении упоминается Индия куда шел дедушка в 1913 году он из Сибири из Павлодара вместе со странствующим цирком пошел в Индию ему казалось что это страна духовной свободы он изучал йогу он прокалывал себя гирьками и рассказывал об этом сыну и здесь многое связано вот с этим моментом а еще упоминается момент из его романа по выхождению факира который Вячеслав Всеволодович очень любил и всегда старался рассказать когда автобиографический герой его зовут Всеволод выходит на поляну и звери приходят к нему и стараются подружиться с ним память отца 1963 год не спится мне а засыпаю снится такой же сон которым бредил ты когда плыла рублевская больница непроходимым морем темноты и годы странствий проплывали мимо и на тебя смотрели из зеркал в глаза несчастного артура пима судьбе темноты переплывет выступить сегодня и отдать дань памяти великому русскому ученому Вячеславу Всеволодовичу Иванову я представляю университет Парижа Сорбонны и так сложилось что я училась семиотике в школе судьбе Альгерда Сорбонна Гримаса о котором в видео в начале конференции Вячеслав Всеволодович говорил и конечно труды Вячеслава Всеволодовича труды Московско-Тарцузской семиотической школы были в общем моими настольными книгами с Вячеславом Всеволодовичем мы познакомились в августе 2003 года когда по рекомендации Татьяны Михайловны Николаевой я поехала в Переделкино молодой студенткой очень боялась переживала как пройдет эта встреча и меня совершенно потрясло его его доступность его вот такое простое отношение и самое главное мне кажется его черта вот в этой первой встрече и в последующих потом увиделись на семинарах русско-антропологической школы в РГГУ на разных конференциях такая черта которую я бы назвала душевная щедрость то есть он никогда не жалел рекомендации совета своего внимания неважно кто был перед ним совсем молодой студент или признанный ученый вот это желание поделиться тем что не только своими колоссальными знаниями но и отношением к жизни и может быть просто даже каким-то замечанием которое потом вот как бы западало тебе в душу и помогало как-то дальше тебя поддерживало ободряло Вячеслав Всеволодович живо интересовался тем что происходило в европейской семиотике во французской семиотической школе его хорошо знали французские коллеги вот школы греймоса по мере моих сил я старалась также содействовать распространению его идеи были опубликованы несколько отчетов о его трудах по семиотике и истории искусства истории науки о книге «Четы нечет» в семиотических актах которые выходят в университете Лиможа и конечно огромная моя признательность на всю жизнь Вячеславу Всеволодовичу за то, что он поддержал российско-французский проект который мы начали 10 лет назад в 2007 году когда прошла первая конференция в доме Болтрушайтиса к 90-летию Альгердеса Жюльена Греймаса или Гримаса французской традиции и вот выходу на русский язык этой книги «Семиотика страстей» Гримаса и Фонтания которую я перевела собственно вот это было начало проекта и тогда приехали многие ученые из Франции из Италии и то, что Вячеслав Всеволодович этот проект поддержал то, что он на конференцию пришел то, что он принял деятельное участие во всей организации и все ученые из разных европейских стран могли с ним делиться вот идеями и дальше были совместные публикации, статьи он дал несколько интервью французским журналам и вот 10 лет спустя конференция в мае этого года о богах и людях уже к 100-летию Греймаса сейчас он участвовал уже в видео формате вот это как бы удивительное опять же проявление его необыкновенной душевной щедрости которая была в общем доступна всему миру можно сказать так и я очень надеюсь что акции его памяти будут организовываться регулярно и надеюсь что ученые из разных стран в том числе и французские и франкоязычные будут принимать в них участие спасибо вам большое за внимание к тем сравнениям отрождествлениям которые здесь уже прозвучали великий человек вождь я бы хотела добавить еще одно это был человек Вячеслав Силович был человек человек из будущего я бы сказала человеком из будущего вслед за жермунским Вячеслав Силович назвал на валиса в одном из последних проектов который был организован Вячеслав Силовичем которым он руководил в рамках института мировой культуры МГУ проект называется «Живой камень от минералогии к мифопоэтике» ну конечно этому проекту предшествовало мой опыт и моих коллег в разных в разных проектах я помню еще 30 лет назад я была потрясена ошеломлена когда мне открылась эта лаборатория научной мысли Вячеслав Силовича в проекте который он меня так сказать приглашал это проект о взаимодействии проект связан был с древнебалканской письменностью предписьменностью в соотношении с семиотикой орнамента которым я тогда занималась дальше было много других научных начинаний связанных с изучением русского авангарда в широком междисциплинарном аспекте в плане изучения поэтики литературы и живописи и проекты связанные с всякими другими вещами Вячеслав Силович был как было уже сказано основателем нашего института института мировой культуры и он был вдохновителем всех основных научных начинаний очень широкого диапазона которые в этом институте проводились и проводятся начиная от изучения древних языков и проблемы спасения малых языков и естественно сравнительной мифологии и кончая изучением русской литературы литературы XX века в сравнительном типологическом аспекте и с точки зрения традиций структуры текста и семиотики и вот этот последний проект в нем как в капле воды отразилась и личность Вячеслава Силовича как ученого удивительная его способность соединять казалось бы очень разноплановые и далекие вещи и можно рассматривать этот проект как своего рода научный завет Вячеслав Силовича проект был комплексный он предполагал перекидку перекидывание так сказать мостов от гуманитарных наук к точным и естественным и с этой точки зрения конечно Вячеслав Силовичу он очень импонировал и кроме того что Вячеслав Силович руководил нашей научной группой он был и самым активным участником исполнителем этого проекта столько статей и выступлений не сделал никто в течение работы над этой проблематикой диапазон здесь был самый широкий от древних языков и от универсального мотива камня который начинается от хуридской мифологии хетских переводов хуридских поэм и вплоть до пастернака с мотивом камня в его известном стихотворении про Урал и перекидывается мостик статьи Капсона о оживающей статуе Пушкина и так далее и так далее здесь нашли место и труды Вячеслава Всеволодовича посвященные мотиву камня у Всеволода Иванова его минералогической коллекции то есть от древних времен перекидывается мостик непосредственно недавней современности литературной жизни и дальше к очень фундаментальным теоретическим обобщением в рамках именно этого проекта Вячеслав Всеволодович создал исследования закладывающие основы на будущее на будущее которые связаны с изучением симметрии в универсальном масштабе как метанауки которая объединяет математику и поэзию гуманитарные точные науки гео биосферу и ноосферу вот такие масштабные так сказать перекидывания и одна из самых интересных статей самых интересных исследований в рамках этого проекта Вячеслава Всеволодовича была о навалисе вообще человек будущего Вячеслав Всеволодович именно человек будущего мог так свободно разговаривать с великими прошлого с великими людьми людьми древности так как будто они были его непосредственными соседями и говорить от имени всего человечества и намечать совершенно ясные пути движения в 21 век в конец 21 века когда по мысли Вячеслава Всеволодовича должны наконец признать общеевропейские ценности те страны которые еще пока в этом очень так сказать спотыкаются в этом на этом пути вот Вячеслав Всеволодович говорил что человек должен то есть есть такой витамин радости которые человек выделяет сам по себе генерирует сам по себе наверное вот эта независимость от внешних обстоятельств человека который умеет выделять этот ген радости и определила такую стойкость Вячеслава Всеволодовича его оптимизм и очень так сказать масштабность всего его вся обухватность так сказать всего его мира который прежде всего источает вот это вот продуцирует эту гармонию гармонию и внутреннее совершенство спасибо ну у меня я могу рассказать только о каких-то маленьких отдельных эпизодах нашего знакомства со Всеволодовичем Всеволодовичем Вячеславом Всеволодовичем дело в том что ну начну с того что Евгений Борисович мой муж был очень близок и дружен с Вячеславом Всеволодовичем начиная с 39 наверное года когда они познакомились в Коктепеле и жили там на одной даче на палубе так это называлось юнковского дома и Евгений Борисович любил вспоминать о том с каким ужасом и трепетом он наблюдал вдруг гуляя по Коктепелю две маленькие фигурки на самых крутых и не и неприступных скалах это был Всеволод Вячеславович и Вячеслав Всеволодович наверное десятилетний тогда мальчик который ну там гулять было нельзя это были совершенно недосягаемые места которые они вдвоем вот эти две маленькие фигурки которые Евгений Борисович наблюдал которые пересекали эти места потом продолжилось знакомство в Ташкенте с Евгением Борисовичем когда они оказались тоже в одном доме во время войны потом конечно Переделкино в 1947 году Евгений Борисович с матерью жили там в Мичуринском поселке и часто виделись потом Евгений Борисович был отослан в на Украину поскольку он был военным в гарнизон в городе Черкассы и трогательнейшую сцену которую тоже мне рассказывали подробно это когда Вячеслав Селыч приехал к нему его навестить там в общем одинокого и брошенного это был 49-50 год праздновалось семидесятилетие Сталина и подозрительных людей отправляли куда-то подальше и Евгений Борисович не кончив адвенктуру был отослан в гарнизонную службу и вот эта вот встреча Вячеслав Селыч поехал туда в Киев к Николу Бажану но потом навестил Евгений Борисович в Черкассах о чем трогательно навсегда потом можно сказать о том как когда как раз отправлялся Евгений Борисович в Киев на Украину он попросил Вячеслава Селыча сжечь все его бумаги которые оставались у него дома которые он не успел и Вячеслав Селыч самоотверженно отправился в Котельную где сжигал кучу разных бумаг это были стихи они оба тогда писали стихи и читали друг другу и обменивались этим и всякие другие которые могли быть подозрительны я сама познакомилась с Вячеславом Селычем в 57 56 году когда мы поженились с Евгением Борисовичем Вячеслав Селыч написал где-то в одной книжке как он был счастлив пережить всех своих друзей вот он пережил также Евгения Борисовича но наверное в этом зале я самая старая из его знакомых и хотелось вспомнить именно как я впервые попала в дом к Всеволоду Иванову мы так жили мы там жили в старошке дома соседнего дома где жил Борис Леонидович его уже не было нет еще при жизни Борис Леонидович тоже мы были у Вячеслава Селыча в доме и я помню замечательный вечер когда Селыч Вячеславич я увидела весь творческий напор который Борис Леонидович очень любил в нем рассказывал нам историю такой гуль-гуль-мин это был совершенно потрясающий рассказ вот такого вот творческого духа со всеми подробностями удивительный совершенно рассказ про этот невероятный музыкальный инструмент который делался из большого бревна или дерева тогда я увидела впервые маленького Петеньку и как Всеволод Вячеславич радовался на этого ребенка который очень был веселый и сообразительный деятельный активный и меня тогда тоже обрадовало что тот ребенок который должен был родиться у меня должен был называться Петенькой потом университет на первом курсе Вячеслав сел читал нам введение в языкознание это был удивительно интересный курс который никто не пропускал людей было очень много сидели на подоконниках слушая его потом была курсовая работа это был наверное четвертый курс и Вячеслав Селыч дал мне замечательную тему я не к сожалению я забыла по-моему вы Николай Николаевич даже называли эту фамилию английского семиотика который занимался падежами в латинской грамматике и Вячеслав Селыч мне предложил заняться дательным падежом на который очень была интересная работа и поэтому следующий дипломный проект дипломная работа тоже должна была быть под руководством Вячеслава Селыча но это был 58-й год скандал около Пастернака Вячеслава Селыча выгнали из университета но он мне посоветовал тогда взять темы диплома мекенские надписи что повергло некоторый трепет наших преподавателей когда Сергей Иванович Рацик сказал ну ведь это еще неизвестно греческий ли это язык как хорошо для молодой девушки взять например тему образ антигоны или нет алкистиды простите он мне посоветовал но мне хотелось заниматься лингвистикой и поэтому потом писала я работу о помпейских надписях поскольку Микенскими уже руководить Вячеслав Селыч мне в университете не мог потом значит да во время Нобелевской премии я тоже чуть не вылетела тогда из университета потому что носила уже фамилию Пастернак и в это время милейшая Азалибековна Тахо Годзи пришла к нам в университет чтобы укрепить нашу стариковскую кафедру научным и марксистским духом и она поставила вопрос о том что почему это вот Пастернак учится у них в университете и милейший Александр Николаевич Попов который был тогда заведующим кафедрой или вернее исполнительным как это называется исполняющей обязанности сказал ну что вы ну вот она кончает это последний год не надо девочки мешать рушить биографию я думаю что с радостью Азалибековна вспомнив свои страшные времена и гонения согласилась с Поповым меня не выгонять после смерти Бориса Леонидовича похорон Вячеслав Силович встретивший меня как-то на дорожке в Переделкино сказал что освободилось аспирантское место в аспирантуре в институте славяноведения и если я за две недели выучу болгарский язык то меня возьмут туда в аспирантуру я должна была уже родить следующего сына Боречку и отказалась от этой возможности скажавши ему ну вот возьмите мою однокурсницу Таню Гольфрид Татьяну Владимировну Цевья и это стало ее судьбой а Вячеслав Вселыч меня отправил в информэлектро и познакомил с Игорем Мельчуком и что-то там по поводу союза что какую-то я писала работу для какого-то машинного перевода тогда это так называлось страшный эпизод был в шестьдесят восьмом году потому что двадцать второго августа в день рождения Вячеслав Вселыча на который мы были приглашены состоялся суд над Марченко где Вячеслав Вселыч присутствовал и приехал после этого в переделки на свое рождение вы можете себе представить каком он был состоянии и настроения а за столом были гости не только так сказать его гости ну в какой-то степени тоже его но и гость Лилию Небрик с которой они жили в одном доме французский коммунист и словист Клод Фриун и Вячеслав Вселыч накинулся на него так что Клоду пришлось сказать но ведь это же все-таки не мы ввели танки в Прагу это русские но эти самые европейские коммунисты для Вячеслава Вселыча были совершенно полным таким объектом негодования когда он кричал на него вот вы два поколения сгноите и тогда вы поймете что значит наша революция и наш коммунизм после чего Константин Петрович Богатырев который был на этом дне рождения да нет после чего мадам Фриу закричала Клод нам пора обратно на электричку и они убежали и тогда Константин Петрович сказал Кома ну ты бы лучше приглашал себе на рождение не коммунистов а католиков потом мы жили в Переделкине с мальчиками и когда Вячеслав Вселыч женился второй раз то мальчики очень дружили с Леней Герфом и ради этого этой дружбы и ради того чтобы Леню как-то привлечь и заинтересовать работами ставшего ему отцом Вячеслава Вселыча он затеял замечательный кружок в Переделкине по расшифровыванию надписей видимо вслед за Кнорозовым он был этим всем очень увлечен и понимал что мальчикам тинейджерам эта тема очень близка и интересно будет это было в библиотеке Чуковского они сидели там и занимались и мой Боря до сих пор помнит эти замечательные семинары или как их там называют занятия потом Америка и конечно пятнадцатилетние расхождения ну так сказать не виделись и не не пересекались но когда мы встретились и это было уже после того вот о котором вы говорили рассказывали здесь замечательные лекции которые читал Вячеслав Всеволодович всюду где только мог и когда висели на люстрах и сидели на подоконниках люди чтобы его послушать вот после этого он уехал в Америку и когда мы как-то увиделись я спросила его а сколько же человек приходит на ваши лекции ну человек девять десять и я подумала боже мой как наши мальчики и девочки хотят его слушать а он читает там для десяти американцев потом организовалась с помощью Татьяны Владимировны Цемьян пастернаковская комиссия при институте мировой культуры и Евгений Борисович попросил чтобы Вячеслав Вселыч ее возглавил и в течение нескольких лет он приезжал в Москву и устраивал эти заседания на которых кто-то что-то рассказывал очень хорошо выступал там сам Вселыч Вячеслав Вселыч довольно коротко у него не было там специальных занятий но это было все окружено его любовью пастернаку и пожизненно его интересам к Борису Леонидовичу слава Богу вот удалось наконец сколько лет он ее писал наверное около сорока вот эту толстую книжку посвященную пастернаку пастернаку особенно там дневники конечно юношеские потрясающие интересные и существенные на похоронах Евгения Борисовича Вячеслав Вселыч сказал очень трогательное слово о нем он говорил что теперь со смертью теперь он говорил об ушедшем мире вот сегодня этот ушедший мир затронула Елена Викторовна в своем выступлении теперь со смертью Вячеслава Вселыча этот мир совсем ушел но для меня встречи Вячеслава Вселыча и Ивана были прежде всего связаны с именами моих друзей поэтов и здесь вот удивительным образом конечно пересеклись интересы Вячеслава Вселыча литературой поэзией но он и сам писал стихи и лингвистикой филологией и дальше уводящие другие области науки и философии первый раз пожалуй я увидел Вячеслава Вселыча когда в Доме ученых отмечалось столетие Хлебникова и тогда меня поразило что то о чем он говорил это была провиденциальность Хлебникова его некоторые пророчества и он всегда об этом вспоминал и о том что в каком-то смысле вот Хлебников предсказал кризис 62-го года и другие события и он совершенно был в этом убежден и несомненно что для него это тоже была одна из тех важнейших областей знания которое не получило еще конечно какого-то может быть формального определения и тем не менее он сам присутствовал и в будущем он какие-то создавал там острова области где отчасти гипотетически отчасти совершенно точно он считал что должно быть какие-то вот эти поселения мысли ну и людей потом я встретился с Вячеславом Всеволодовичем в восемьдесят девятом году была такая первая встреча поэтов ну от американских language school и московских метреалистов в Ленинграде и Вячеслав Всеволодович тоже был ну как народные депутаты это тоже создавало какой-то возбуждающий фон эта встреча была в основном усилиями Аркадия Драгомощенко замечательного поэта ушедшего уже из жизни и тогда собственно вот этот интерес и к новой поэзии но и безусловно и к прошлой поэзии и поэзии иноязычной он проявился конечно очень сильно и потом вот с Вячеславом Всеволодовичем некоторые такие пересечения были и заочные поскольку Алексей Парщиков который в Стэнфорде тогда учился рассказывал об этих встречах он был Алексей Парщиков постоянным собеседником и Вячеслава Всеволодовича и Светланы Леонидовны и они всегда это помнили и такое ощущение что продолжались эти беседы и потом уже когда встречались ну в Москве непосредственно вот это эти встречи с поэзией новой и там и с Иваном Ждановым для него были как мне кажется очень значимы здесь вот соединилась именно его и поселён и поселённость будущем и несомненная связь с прошлым действительно как было сказано он чувствовал себя собеседником великих людей и прошлого и настоящего где он и продвигал конечно новые совершенно идеи в науке и а он был и бесстрашен в идеях и в поступках что отнюдь не является частым качеством и он кроме того оказывался свидетелем происходящих событий литературных и не только научных то есть он оказывался таким сверхсвидетелем времени и вот несомненно его тяга к другим людям ну она проявлялась в том что вот его знаменитые дни рождения которые в переделке насобирали самых так сказать непредставимых может быть другой ситуацию людей которые там тем не менее встречались вот это создавало какую-то неповторимую и если можно сказать поэтику его жизни приведу один ну такой вот частный эпизод который просто мне помог вот в какой-то ну стихотворной если можно сказать и около стихотворной работе вот сейчас вышла моя статья в вопросах литературы где я я с ним обсуждал это насколько это возможно насколько это правильно там я предположил что известные строки что-то лирики в почете что-то лирики в загоне инспирированно скрыто строкой я пропал как зверь в загоне ну и стихотворение Нобелевская премия пастернака но я спросил и довольно долго мы беседовали с Вячеславом Селычем я хотел понять насколько ну это во-первых не было ли кем-то уже это обсуждалось ли это и насколько это возможно и меня удивило что он действительно большим интересом отнесся к этому и рассказал мне но он вернулся в то время откуда он собственно и не уходил в пятьдесят восьмой год и рассказал то что я совершенно не предполагал и не знал что после вот этого заседания центральном доме литераторов к нему пришел Борис Слуцкий я не знал что с ним дружин сказал что мы были вообще в большой дружбе и он пришел а Вячеслав Селыч как известно не пошел туда на это заседание и Слуцкий рассказывал но вот были выступления и Вячеслав Селыч совершенно не знал что это было выступление ну как бы против пастернаку Слуцкого ну Слуцкий говорил о том что Зеленский предлагал арестовать Вячеслава Селыча и потом как бы между прочим сказал что вот он выступил ну как вот так против пастернака то есть для Вячеслава Селыча было это совершенно неожиданно но тем не менее они и на следующий день он говорил много часов мы говорили с ним и обсуждали и вот это вот я почувствовал но это буквально какой-то на миг что он и находится там он что был вот на скрещении всех вот этих странных обстоятельств невероятно сложных и тяжелых и из которых он вышел и перешел в наш век слову победитель здесь не подходит но тем кто перейдет и в будущие времена несомненно и он уже пребывает там спасибо очень конечно сложно говорить о Вячеславе Селыче в прошедшем времени но я хотел бы сказать о еще одном очень важном деле которому Вячеслав Селыч посвятил 15 лет своей жизни это институт русско-антропологическая школа которую он создал в РГГУ надо сказать что в начале двухтысячных годов Вячеслав Селыч выступил совершенно потрясающим проектом программы нового гуманитарного образования этот текст который он написал называется культурная антропология в системе наук опубликован к счастью в нескольких изданиях в том числе в первом выпуске сборника антропологии культуры и он в конспективном виде дает образ действительно образ будущего образ гуманитарного образования будущего которое объединено единой наукой культурной антропологии вот говорят о Вячеславе Селыче как о великом лингвисте семиотике специалисте в огромном количестве наук но то что его интересовало то что было в центре его внимания это был человек это была антропология культурная антропология человек в целостности своей и во всех своих проявлениях и вот этот проект который включал в себя ну практически все области знания о человеке вплоть до искусства до кино до музыки до нейропсихологии он был настолько масштабным и невероятным что казалось совершенно удивительным попытка возможности осуществления хотя бы приближения к тому чтобы пойти по этому пути и надо сказать что Вячеслав Селыч нашел поддержку тогдашнего ректора РГГУ Юрия Николаевича Афанасьева и благодаря энергии Вячеслава Селыча был создан институт которому Вячеслав Селыч дал вот это название русская антропологическая школа это была именно его идея и надо сказать что Вячеславу Селычу удалось собрать довольно большой круг специалистов из совершенно разных областей это были и философы и филологи и историки и культурологи и психологи и удалось создать магистратуру по культурной антропологии которая работала и продолжает работать вот уже 15 лет в нашем университете и надо сказать что институт в общем сделал немало несмотря на то что это было направление только магистрской подготовки институт конечно издавал научные труды выходили труды русской антропологической школы каждый сборник открывался статьями Вячеслава Селыча и одна совершенно потрясающая программная статья о которой я хотел бы здесь упомянуть называлась интеллектуальный ландшафт русской науки культуры первой третьей двадцатого века в России это время равное по своему статусу и влиянию на общее состояние культуры эпохи ренессанса в Италии и Афином пятого века до нашей эры он сам как бы был человеком из этого времени и был наследником этого потрясающего взлета русской науки культуры и вот этот интеллектуальный ландшафт тоже занимал на протяжении определенного времени внимание тех кто работал в институте но самое конечно потрясающее это были лекции Вячеслава Селыча которые он читал совершенно неутомимо вот уже говорилось о том что это были очень спрессованные курсы буквально каждый день по несколько лекций и некоторые из этих курсов изданы есть и аудиозаписи конечно в большом количестве их делали но буквально по аудиозаписям по расшифровкам было издано две книжки это наука о человеке ведение в современную антропологию и это дуальные структуры в антропологии причем это была живая речь Вячеслав Селыч он говорил так как писал фактически и писал так как говорил и когда мы готовили к публикации эти тексты то редакторы в издательстве университетском очень формально стали подходить вот значит какая-то редактура и тогда мы сказали нет не надо никакой редактуры давайте сделаем так как он говорит со всеми его репликами со всеми особенностями его речи чтобы была живая речь Вячеслава Селыч в этом тексте и это удалось сделать и в РГГУ были записаны воспоминания видео мемуары очень интересные Вячеслава Селыча тоже был подготовлен целый диск с несколькими его вечерами воспоминаний устраивались его юбилеи это все совершенно незабываемые моменты и совершенно незабываемые впечатления и самое потрясающее это была удивительная энергия Вячеслава Селыча в последние годы когда он уже не мог физически присутствовать он через видеозаписи передавал нам лекции и их слушали огромное количество людей стекалось на эти лекции и в чем была вот эта сила Вячеслава Селыча удивительная я это понял когда на одном из заседаний возникло ну определенное обсуждение каких-то тем и Вячеслав Селыч кому-то сказал ну как вы не понимаете как вы не можете понять в каком сложном положении находится наука и культура сейчас мы же должны все свои силы отдавать на то чтобы это поддерживать чтобы это продолжалось и вот всего себя Вячеслав Селыч отдавал вот этому благородному делу не просто научных исследований служения науке культуре и распространения научного и культурного знания в обществе это был удивительнейший конечно подвиг всей его жизни потому что он был человеком дела и человеком действия светлая память этому великому человеку и великому ученому мне посчастливилось познакомиться с Вячеславом Селычем в восемьдесят первом году на конференции структуры текста в институте словеноведения и впоследствии какое-то общение продолжилось восемьдесят восьмом году на конференции на лингвистики текста ну и основное мое занятие это фолькларистика и историю филологической науки во всех этих областях Вячеслав Селыч создал фундаментальные исследования и надо сказать что вот когда начиналась наша научная деятельность там семидесятые восьмидесятые годы существовали такие обширные табуированные области в которых исследования на несколько десятилетий практически прекратились и Вячеслав Селыч Владимир Николаевич Топоров были первооткрывателями таких тем как славянское изучение славянской мифологии реконструкция прославянского текста и особый их интерес привлекали такие жанры которые вообще как бы выпали из научного обихода это загадка заговоры и заклинания и основной интерес их направлен был на фольклор как материал для реконструкции прославянских древностей индоевропейских древностей их работы конечно совершенно выделялись из вот тех работ которые были доступны так сказать для нашей фольклористике прежде всего благодаря к компаративному подходу когда славянский балтийский балканский фольклор рассматривался в широчайшем сравнительном поле Вячеслав Всеволодович был полиглот и для него конечно такое широкое привлечение сравнительного материала было абсолютно органичным и естественным и вот знаменитые книги и Владимир Николаевич это славянские языковые моделирующие семиотические системы древний период 65-го года и исследования в области славянских древностей лексические фразеологические вопросы реконструкции текста 74-го года они конечно составляли совершенно новое слово и они до сих пор так сказать будет нашу мысль хотя конечно ситуация в целом очень сильно изменилась и те темы которые разрабатывались вот в очень узком кругу семиотиков структуралистов позднее там 90-е годы стали чрезвычайно популярными и появились многочисленные переиздания и дореволюционных трудов и новые материалы и надо сказать что в значительной степени вот эти ранние труды Вячеслава Всеволодовича и Владимир Николаевича они были как бы таким воскрешением старой традиции мифологической школы трудов Афанасьева Патыбни и у Вячеслава Всеволодовича есть замечательная статья посвященная Афанасьеву Афанасьев как о научном предвидении Афанасьева сказочника и мифолога и ну позднее в 90-е годы поэтические воззрения славян природы Афанасьева были многократно переизданы но вот эта коренная переоценка наследие Афанасьева и его идей она тоже является одной из заслуг Вячеслава Всеволодовича ну и очень важно конечно то как Вячеслав Всеволодович сумел организовать в 80-е годы вот научный процесс в отделе структурной типологии и надо сказать что большое количество трудов в частности серия трудов посвященных тексту которые выходили под редакцию Татьяна Владимировна Цельян балтославянские исследования которые выходили под ответственность редактуры Вячеслава Всеволодовича многочисленные выпуски сборника славянской и балканской языкознания что они необычайно цены не только для лингвистов но и для фольклористов и часто так сказать даже трудно догадаться о том что вот в книге с таким лингвистическим названием находятся очень ценные сведения и разыскания о фольклоре в начале 90-х годов отдел издал три замечательные монографии исследования в области балтославянских древностей одна была посвящена погребальному обряду одна загадки и одна заговор и вот это по существу открывали эти сборники и эти конференции и коллективные труды они имели конечно необычайно такой важный характер и Вячеславу Силовичу удалось собирать такие коллективы такие площадки когда в обсуждении одной проблемы участвовали востоковеды слависты балтисты античники и это конечно давало совершенно такой необычный ракурс видения всей этой проблематики и вот оптика рассмотрения фольклора фразеологии малых жанров она конечно была совершенно такой вот нетривиальной и иногда даже шокировала своей какой-то непредсказуемости необычности я должен сказать что работа Вячеслава Силовича в этой области это такой источник вдохновения для вот последующих поколений фольклеристов и мы обращаемся к ним постоянно и хочется и продолжать разыскание Вячеслава Силовича и полемизировать с ним но самое главное что они остаются живым словом которые не устаревают а наоборот становятся все более актуальным и вот какие-то смысловые потенции которые заложены в этих работах они продолжают будить и научные мысли и человеческие интересы то о чем я хотел бы сказать подготовлено одним из предыдущих выступлений Елена Владимировна упомянула о кружке для школьников который Вячеслав Силович проводил 70-е годы в Переделкино в библиотеке Корнея Чуковского которая специально была построена для детей и так получилось что я был одним из тех школьников который ходил на этот кружок хотя я рос в семье лингвистов но надо сказать что у меня были совсем другие устремления я совершенно не собирался заниматься этой областью и родители меня не подталкивали абсолютно в сторону языка знания или филологии но тем не менее мой отец Александр Евгеньевич Кибрик который на протяжении жизни неоднократно с Вячеславом Силовичем сотрудничал и пересекался он узнал о том что вот задуман такой кружок и он предложил мне туда сходить один раз для пробы если я не ошибаюсь это было зимой ну в течение учебного года семьдесят пятого семьдесят шестого и как только я туда попал это меня увлекло и безусловно тот факт что я в конечном счете стал заниматься лингвистикой это полностью результат именно этого и ничего другого Вячеслав Силович рассказывал нам о в основном о древних письменностях и древних языках древнеегипетский шумерский этрусский и некоторые другие все это он знал досконально он никогда не пользовался никакими вспомогательными материалами и все лексемы морфемы этих языков и все начертания соответствующих знаков были у него непосредственно в голове и он на доске это выписывал это было чрезвычайно интересно ну и потом уже одно за другое стало для меня так сказать цепляться потом я участвовал в лингвистических олимпиадах и так далее но я никак не продолжил изучение древних языков и древних письменностей но тем не менее я чувствую что это является некоторой такой какой-то закваской которая для меня всегда существует и как фоновое знание это полезно для профессиональной работы совсем в других областях я только вчера готовясь к сегодняшнему выступлению узнал о двух обстоятельствах которые побудили Вячеслава Селыча начать этот кружок я нашел некоторые тексты в интернете интервью с ним и он в это время особенно интересовался этрусским языком и он делает в своем интервью такое наблюдение что письменность была понятна а смысл не очень и вот ему хотелось совершить какой-то прорыв в этом и он решил подключить исследователей школьного возраста к этой проблеме и вот ради этого затеял кружок а вторая побудительная причина была в том что Леня Иванов мой в точности сверстник сына Вячеслава Селыча как говорит сам Вячеслав Селыч учился в школе и мне хотелось чтобы он как-то вовлекся в мои собственные занятия и я придумал для него вести кружок с другими детьми примерно его возраста это были дети от 9 до 14 лет занимались мы дешифровкой древних текстов ну помимо вот упомянутых уже людей Леня и меня там были еще также упоминавшись здесь Боря Пастернак Андрей Левин ныне известный математик и Федер Ажанский тоже известный специалист в области прибалтийско-финских языков и африканского языкознания и ряд еще других детей мы ездили на по субботам на электричке в переделке это было такое довольно серьезное путешествие нужно было пересекать такое снежное поле иногда дул очень сильный ветер но вот тяга к древним языкам она помогала все это преодолеть вот такой интересный эпизод в научной я бы сказал научно-организационной биографии Вячеслава Всеволодовича ну еще два дополнительных штриха здесь в зале присутствовал Джоханна Николс которую Николай Николаевич назвал в своем вступительном слове переводчик фундаментального труда Ивановой Гомкорелидзе она к сожалению не смогла дольше оставаться но вот тем не менее тот факт что она здесь была тоже очень значим она сейчас часть года живет в Москве поскольку работает в высшей школе экономики и еще я хотел упомянуть о таком для меня недавнем пересечении я отчасти занимаюсь сохранившимся на Аляске диалектом русского языка сохранившимся со времен русской Америки он сохранился как ну так сказать живой бесписьменный диалект и вероятно он сформировался еще в 19 веке во времена русской Америки и мы пытаемся найти письменное подтверждение этой гипотезы и дело в том что Вячеслав Селыч занимался в частности изданием изданием рукописи Якова Несветова это был такой человек так называемого кривольского происхождения смешанного русско-туземного который оставил значительные тексты на русском языке и там можно как такие крупинки найти некоторые признаки вот аляскинского русского которые в том числе сохранились и в современном современном вот этом еще существующем диалекте это такое небольшое добавление к тому огромному спектру дел которыми Вячеслав Селыч успел позаниматься Я не могу не добавить к этому что Александр Евгеньевич первую свою работу в университете писал у Вячеслава Селыча по этрускому языку и потом рассказывал мне об этом уже Александр Евгеньевич мне на втором курсе студенту классического отделения Вячеслав Селыч дал тему расшифровать русский язык это было вполне в стиле Вячеслава Селыча Вы мне улыбнулись чтобы я не повторялась и не была слишком долгой постараюсь так и сделать столько уже было сказано и столько еще хочется сказать поэтому я скажу просто несколько кратких зарисовок я держу в руке и вот Николаю Николаевичу даю посмотреть чтобы он мне потом вернул написанное маминой рукой 1954 год лекции Иванова это по Хецкому очень сбивчиво кратко там было тогда много частиц дуалис что такое как бы вот он может быть первым был гей кто это сказал неразборчиво откуда он знал этот Хецкий хочется мне сказать уже вот тогда до этого с тем чтобы преподавать это не совсем понятно я знала Вячеслав Селыча естественно через родителей очень много лет но близко сама с ним лично не сталкивалась то есть сталкивалась видела его относительно издали и даже бывало в переделке не неоднократно но скорее все-таки как вот дочь но несколько раз было что мы честно с Вяческим действительно что-то вместе делали и это было тоже вот Николай Николаевич помнит он сказал я хочу провести конференцию памяти мер Мерперта вернее тогда еще к юбилею Мерперта археолога известного с тем по прародине индоевропейцев и он это мне сказал напоминая Наполеона в романе Толстого который хочет кого-то наградить и протягивает руку ему дают орден и он прикладывает и знает что орден будет прикреплен также также Вячеслав Толстого сказал мне вы должны подготовить проведение в начале сентября в РГГУ и мне никто не помогал мне помогали немного археологи вот у себя в институте археологии то есть они не помогали просто сами параллельно делали как бы свою секцию и мне сказали коллеги по РГГУ что это будет ужасно вот это нужно сколько раз ходить и переделывать приказ у ректора и что-то и все остальное я по МГУ уже как бы имея опыт пришла в ужас к моему изумлению все делала само я написала какой-то текст приказа который уже сразу все подписали он почему-то оказался правильным бухгалтерша уже открывала мне дверь в коридоре что уже все подписано что все будут жить за счет РГГУ вы знаете что да особенно меня потрясло что иностранцам которых было довольно много нужно было все-таки как я считала заранее послать приглашение а не в последнюю минуту как это принято делать и диайчелом там посылают я попросила чтобы уже в начале июня было уже все было подготовлено они меня слушались и было подготовлено и у меня было ощущение что я в данном случае даже и не человек а просто я выполняю какую-то волю Вячеслава Силовича вот его усилия чтобы это было сделано и это все сделалось и встречали наши люди которые в аэропорту какие-то бутылочки с минеральной водой тоже откуда-то неизвестно появлялись и все было хорошо но к сожалению про Родину так мы и не нашли в общем несмотря на блистательный доклад Мелори возможно Вячеслав Силович хотел здесь подвести черту просто как бы поставить точку и сказать что да ее найти нельзя и в общем наверное действительно надо двигаться в какую-то другую сторону недавно в новой газете к сожалению было написано вот памятное такое не совсем некролог Гейниса где он в приводе слова Вячеслав Силовича что каждый живет в своей временной капсуле и если мы слышим то есть вернее чувствуем что звонит телефон им знаем кто звонит то это в данном случае оказывается что мы живем немножечко превышая вот временную капсулу я конечно не уверена что это так но это очень хорошо характеризует любовь Вячеслав Силовича вот видеть что-то открывать себя иногда может быть слишком для каких-то новых слишком иногда может быть вернее кажущиеся сейчас не совсем точными научно идеи а которые может быть потом оказываются собственно говоря именно тем что нужно и особенно это казалось тоже я не буду управляться про родины кельтов которые Вячеслав Силович занял может быть не ту позицию которую следовало может быть вы Андрей Анатольевич помните наш с ним спор уже это был последний раз когда я его видела и он даже кричал на меня но я хочу закончить совершенно другим что возможно не все как бы вот решались бы сказать один раз я была на докладе Вячеслав Силовича в институте словиноведения и тема была в общем даже не очень интересная обозначение весны в индоевропейском и слушая его я вдруг поняла ну в смысле довольно известная тема а вдруг со мной что-то произошло и в голове у меня стали появляться совершенно неожиданные мысли и мне показалось что я открыла даже еще одну кроме известных проиндоевропейскую формулу насчет там создания текста и еще что-то и какое-то и у меня возникло ощущение действительно какой-то экзантации которую я потом вот сказала вот своей маме что вот этот странный феномен вдруг и она усмехнувшись сказала ты это почувствовал один раз а мы вот с этим живем и в этом что-то было и Вячеслав Силович сам был человеком будущего как сказала Наташа да будущего но одновременно есть такое выражение секонд сайт и он был одновременно человеком какого-то параллельного возможного мира когда в конце восьмидесятые наверное годы он вдруг почему-то распорядился праздновать Блумсдей и это у Джойса значит 16 июня и 16 июня тоже нужно было и тоже по моему совету мама ученый секретарь сектора пригласила Генееву он предвидел что эта встреча станет как бы судьбоносной для него и для нее действительно как бы это было прорыв вот в новое то что и он потом стал директором библиотеки и она стала после него когда он уехал директором иностранной библиотеки и это вот как бы странная идея почему-то праздновать Джойса юбилей ну не юбилей а юбилей Блума вот вот это было тоже из того и поэтому люди умирают и у каждого как я думаю свой иной мир и иной мир что необычайно ярко и то что он не успел узнать здесь вот сейчас он постепенно узнает на месте сгоревшие та вот которая историческая дача сгорела во время войны и мы ну была большая дача и она сгорела потому что здесь штаб ПВО находился то есть значит достаточно много места и сгорела огромная библиотека отцовская такая невосполнимая там старинные книги восемнадцатого когда мы приехали на фундаменте обгоревшие корешки книг восемнадцатого знаете хорошая кожа не горит книги сгорели а вот эти драгоценные корешки лежали так вот эту дачу чтобы отопить в холодный день отец тратил кубометр дров представляете вообще вообще нормальный человек жить здесь не мог потому что просто денег ни у кого не было и вот из этого климата настоящего для отца очень хорошего сибиряк поэтому представляете это было одно удовольствие я унаследовал эти гены а потом началось это сегодня даже завтра черное что я не европеец по по биологии отец ведь на вид был абсолютно монгол вы знаете его изображение а бабушка по отцовской линии была с индейским профилем знаете вот в книжке Алпатова «История искусств» есть ацтекская статуэтка женщины но вылитая моя бабушка причем интересно вот сейчас ведь это научно доказано сибиряки антропологически ближе всего к индейству уважаемые друзья вы сейчас видели первый раз значит до этого значит видел только Александр Борисович Куделин это в общем-то кадры интервью которое я брал у Вячеслава Селовича у него на даче это интервью было в свое время как раз вот Александр Борисович инициировано и мы беседовали о разных вещах в том числе и о роли института мировой литературы вообще в изучении литературы в его роли значит в отечественном литературоведении конечно же вот Вячеслав Селович здесь говорил о Сибири и вот те собственно потрясения которые переживала московская ленинградская гуманитарная наука они до Сибири и до Владивостока где я учился в 80-е годы ну докатывалась практически так сказать какими-то ну отдельными маленькими волнами и мы студенты там ничего не видели не слышали и сегодня я абсолютно четко понимаю что так сказать книга Вячеслава Селовича и Владимира Николаевича исследования в области славянских древностей фактически одна из немногих которые в общем-то определила в мою будущую профессию конечно же я оказался в несколько иной методологической так сказать парадигме но совершенно случайно оказавшись в аспирантуре в институте словеноведения вот я так сказать вот на Вячеслава Селовича смотрел как на небожителя который вот так сказать рассказывает что нам аспирантом были такие небольшие лекции и они до сих пор как бы вот их содержание оно для меня кстати оказывается таким достаточно значимым но непосредственно с Вячеславом Селовичем конечно же я столкнулся вот в институте мировой культуры куда был приглашен Татьяна Владимировна Цевьян и вот в рамках этого института я участвовал в двух проектах причем в одном проекте я формально руководил Вячеславом Селовичем это был проект РГНФ «Русский дом в языке и культуре» было очень много семинаров был отдельный такой блок который опубликован в абсолютно раритетном благодаря тому что там статья Вячеслава Селовича журнале о научном лимонахе традиционной культуры это второй номер одиннадцатый год вот и проект назывался «Русский дом в языке и культуре» но конечно же благодаря Вячеславу Селовичу мы далеко вышли за пределы «Русского дома» и значит проект разросся вот в своей тематике значительно и в региональных таких и в хронологии и по и территориально и второй проект это вот о нем уже говорила сегодня Наташа Азлыднева это «Камень» проект «Камень» значит да и что мне бы хотелось сказать значит как вот в таком что в таком младшем коллеге по этим проектам Вячеслава Селовича что вот любое выступление не только меня но и моих других коллег значит который позвучал на этом семинаре оно всегда получало какую-то очень необычную поддержку Вячеслава Селовича и более того сказанные два-три слова после каких-то замечаний после выступлений и во время обсуждений и после они настолько расширяли и позволяли как бы создавать потом впоследствии такие тексты которые в общем-то выходили за пределы предварительного видения ну вот в частности как раз благодаря проекту «Дома» я неожиданно вышел для себя на австралийскую такую в общем-то традицию и благодаря вот той методологии и тому что было воспринято от Вячеслава Селовича так сказать в общем попробовал даже собирать фольклор у австралийских аборигенов по этой теме ну кое-что надеюсь из этого получило конечно же уход Вячеслава Селовича это большая утрата для гуманитарной науки и мы все ее ощущаем и огромное спасибо что сегодня мы собрались в этом зале спасибо я очень благодарен судьбе что 8 лет назад Вячеслав Селович пригласил меня работать вместе с ним в институте мировой культуры МГУ хотя мы знали друг друга довольно давно я думаю что в этой аудитории нет смысла говорить о величии Вячеслава Селовича как ученого его бесконечных достижениях и прозрениях мне бы хотелось сказать вот я пожалуй сейчас в этом зале доформулировал эту мысль что Иванов это не просто выдающийся ученый я бы даже сказал не столько выдающийся ученый сколько явление русской культуры и думаю что в русской культуре появится со временем возможно даже в скором времени новая область знания например Иваново ведение и это звучит может быть несколько неожиданно и я говорю это совсем без юмора я говорю что нам всем предстоит освоить его наследие и те мысли которые он иногда проговаривал между прочим я сказал что знакомство давнее и знакомы были Иванов был хорошо знаком с моим отцом Михаил Львовичем Лидовым известным математиком и знакомые они были по встречам в доме Никиты Веденской которая присутствует в этом зале это тоже было явление поздней советской культуры которая достойна описания и самых разных воспоминаний потому что в этом доме регулярно встречались может быть лучшие умы тогдашней Москвы по крайней мере и самых разных специальностей лингвисты математики филологи историки там был Арон Якович Гуревич в этом зале присутствует целый ряд людей друзей моего отца которые тоже были частью этой особой среды я имею ввиду Андрея Анатольевича Залезняка Елену Викторовну Падучеву Владимира Михайловича Тихомирова и собственно когда мы думаем о том как эта среда формировалась вот мне кажется стоит помнить о таких сугубо неформальных собраниях и пространствах и для меня конечно в студенческие годы Иванов был уже легендой не только потому что всем была известна история про его героическую защиту Пастернака это уже стало своего рода мифом да и про вот о том как можно вести себя мужественно и ничего не бояться в общем в условиях этого монстра да но и конечно мы все гуманитарии я не лингвист искусствовед но мы гордились московско-тартовской семиотической школы это вот был какой-то сюжет который позволял нам жить и надеяться да что вот все-таки даже в этих условиях можно создавать что-то абсолютно международного качества и статуса по гамбургскому счету и делать настоящую науку я помню как мы искали и читали эти сборники семиотика помню заседание когда в президиуме сидели трое Юрий Михайлович Лотман Вячеслав Сиолчеванов и Борис Андреевич Успенский ну иногда они между собой переговаривались вспоминая вот эти нас уже перевели а вот эти еще не перевели вот и независимо от того даже собственно научного содержания которое всегда было интересно вот возникало вот такое ощущение гордости за нашу науку далее еще одно такое впечатление это понятно что за несколько минут можно какие-то фрагменты только вспомнить но личностные и видимо важные для будущего Ивановедения возможно важно а когда я был приглашенным исследователем в Принстоне Вячеслав Сиолч позвал меня прочесть лекцию у него в курсе в UCLA который назывался «Введение в историю русской культуры» это был курс для американских студентов андеграду то есть совсем юных восемнадцати девятнадцатилетних и и в аудиторию было человек 150 и он пригласил меня прочесть одну из лекций я помню свою первую реакцию и когда даже ее и поделился с профессором Хенриком Бернбаумом который тогда возглавлял кафедру словистическую я сказал ну вот у меня ощущение что микроскопом заколачивают гвозди я имел ввиду лекции Иванова для этой аудитории потом я отказался от этой мысли потому что Иванов подарил мне свой курс который кстати говоря не издан на английском языке краткий курс введения в историю русской культуры это абсолютно выдающаяся концептуальная работа которую мне кажется надо найти и издать даже где-то у меня есть этот экземпляр я ему говорил почему вы это не издадите но это так сказать не тот сюжет это я сделал для американцев но он сделал концептуальную историю русской культуры ну и заключение вот такая мысль о том вот мы все говорим многие из нас говорят что Иванов гений и я с этим согласен а вот что собственно говоря позволяет вот прилагать к нему именно это понятие чем гений отличается от выдающегося ученого которых тоже мало но все таки существенно больше вот от общения с Ивановым у меня осталось ощущение двух вещей первое что у него была какая-то поразительная способность воспринимать новую информацию абсолютно в любой области и как бы вылавливать из нее из нее самую суть и вот какая-то такая открытость да потому что все мы знаем что обладая каким-то набором профессиональным знаний довольно часто хочется за этой за этой стеной спрятаться вот у него наоборот было желание стены разрушить и увидеть я это испытал на себе потому что какой-то период мы ритуально дарили друг другу книжки но я дарил свои книжки по истории искусства и эротопии ну совершенно не надеясь на то что Иванов их даже откроет это был такой вот жест уважения и был поражен когда при следующей встрече он вполне профессионально обсуждал причем выделял наиболее важные новые вещи то есть он абсолютно ему было за 80 и это конечно поражает так же как и его интерес вот например я думаю одна из последних его работ была опубликована в нашей книге посвященной святой воде она называла два месяца назад вышла эта книга она называлась священная вода в языках древней евразии она была сделана эта статья я знаю что он уже тяжело болел да ему 87 лет когда он писал эту статью она была сделана идеально точки зрения вот работы над текстом выверенности примечаний и вот и вторая черта которая мне кажется позволяет сказать о том что Иванов гений это вот способность которую однажды Мартин Хайдегер определил как преимущество немецкой расы за что его не раз критиковали он в одной из своих работ написал что отличительная особенность немцев это умение мыслить вперед но вот мне кажется что это не особенность немецкой расы особенность определенных людей и возможно вот такая черта черта гениальности увидеть то что никто не видит и в этой связи я вспоминаю ответ Иванова в одном из интервью когда интервьюер его спросил откуда это ваше бесстрашие и он с некоторым юмором сказал ну видимо потому что я человек 22 века и в этом что-то есть вот это способность как бы видеть настоящее из будущего вот мне кажется это то что мы все должны каким-то образом оценить и описать потому что это наше общее культурное достояние спасибо за внимание я работала в институте славян и ведения и работаю сейчас и долгие годы мы работали там вместе вместе с Вячеславом Севловичем в институте славян и ведения и я может быть сразу продолжу вот эту детскую тему Вячеслав Севлович вел кружок лингвистический для детей не только в Переделкино он сделал этот кружок и для детей сотрудников нашего института славян и ведения он мне сказал что вы знаете мне с детьми очень интересно потому что они же не знают что что-то не может быть дешифровано они еще этого не знают и поэтому у них очень хорошо получается туда ходили многие дети сотрудников в том числе мой сын Вячеслав Севлович ну как известно занимался асимметрией да функциональной асимметрией полушарий головного мозга и он мне как-то сказал вы знаете вот я смотрел как ваш сын держит ручку при письме и из этого я сделал заключение что он владеет свойством зеркального письма то есть может писать так что прочесть можно только поднеся к зеркалу я этого не знала о своем ребенке я вернувшись домой спросил Вячеслав Силович говорит что ты вот владеешь таким свойством зеркального письма он говорит ну да почему ты никогда этого не говорил а что тут о чем тут говорить о чем тут рассказывать и действительно сразу написал и прочесть можно было только в зеркальном отражении другую вещь после еще какого-то занятия занятия происходили у нас в институте непосредственно дети мы тогда находились на ленинградском проспекте дети сами ездили там была в частности девочка анна членова дочка да 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 она очень нравилась Вячеславу Силовичу он мне пересказывал ее какие-то реплики и ее там соображения она представлялась ему личностью очень такой интересной глубокой после какого-то занятия Вячеслав Силович мне сказал вы знаете что вот я наблюдаю за вашим сыном вот как он пишет слушает сидит вы знаете вот когда звонит телефон и вот это вот капсулирование то что он упоминал в интервью вы знаете вот когда звонит телефон он знает кто звонит он чувствует опять же вернувшись домой я спросил так ли это ну мой сын сказал ну в восьмидесяти процентах случаев не всегда но часто и много а и что я это как бы была такая детская тема просто Вячеслав Силович становился даже если он не был формальным учителем да например мы могли не слушать его лекции в университете да но его влияние вот расходилось вот так кругами он был мне кажется учителем всех нас через свои работы книги ну а также и это распространялось вот и на наших детей кроме того был один была еще одна какая-то сторона которая мне кажется сегодня никак не упоминалась может быть в силу своей незначительности но мне кажется что это ну как то тоже важно когда произошли вот эти радикальные перемены в нашей стране вы помните происходили выборы в первый Верховный Совет помните да это тогда в общем представлялась чем-то таким но судьба ну чем-то чрезвычайно важным и наш институт нашим кандидатом стал Вячеслав Силович вот у нас там был еще один кандидат который просто пришел к нам в институт и попросился чтобы мы его выдвинули просто по территориальному признаку и это был Сергей Юшенков царство небесное впоследствии убиенный вот но он не был так сказать мы его поддержали поскольку там его академия военная находилась в том же районе но Вячеслав Силович был нашим кандидатом на выдвиженцем или как это называется а по тогдашним правилам организация которая выдвигает кандидата если он потом проходит и становится депутатом то эта организация должна его обеспечить а кабинетом для встреч с избирателями ну в институте была выделена какая-то комнатка и транспортом то есть предоставить ему автомобиль так вот этим автомобилем стала я автомобиль был жигули первая модель и очень старая но как таковая я получила пропуск кремль вот это было конечно душераздирающее зрелище потому что ну представляете себе старый жигули первой модели и на ветровом стекле вот какой-то такой пропуск я возила Вячеслава Всеволодовича на заседание обратно вот во время его депутатства произошел даже не знаю как это сказать конфликт чудовищный грузин абхазки и нам пришло в голову что Вячеслав Всеволодович является той фигурой которой преимущественно вот вот он и никто другой может этот конфликт ужасный назревающий кровавый разрешить нейтрализовать потому что он был соавтором Гамкрелидзе с одной стороны индоевропейский язык и индоевропейцы да они делали это вдвоем это связывала многолетняя дружба а с другой стороны он был научным руководителем по диссертации Владислава Ардинбе то есть абхазского лидера ну вот как бы на первый взгляд да нет лучшей фигуры которая посылается туда для устранения нейтрализации этого конфликта боже как мы были наивны кончилось очень плохо потому что Вячеслав Всеволодович прокляли обе стороны он стал персоной нон-грата и для тех и для других и его многолетняя дружба с гомкорелидзе на этом рухнуло он это переживал ну мы это знали просто рухнуло Вячеславу Всеволодовичу исполнилось 60 лет был юбилей гомкорелидзе его не поздравили да это вот после вот этого вот его попытки он потом вернувшись оттуда рассказывал нам чуть ли не со слезами на глазах что они мне кричали что в абхазском языке нет слова море и поэтому они тут не должны присутствовать на этой земле ну в общем это было очень драматическое такое такой эпизод но все-таки он связан вот так вот с какой-то общественной такой вот уже в самом прямом таком тривиальном смысле слова общественной деятельностью Вячеслав Всеволодович вот одно время он был нашим депутатом спасибо Добрый день я была приглашена Вячеславом Всеволодовичем в русскую антропологическую школу как востоковед и философ я работаю в институте философии занимаюсь историей индийской философии и буддизма ну как бы оснований для для знакомства и для общения было предостаточно начиная с того что как говорил Вячеслав Всеволодович его отец ну он мне говорил именно этими словами был буддистом кончая тем что моей учительницей санскритой моими педагогами были Татьяна Яковлевна и Лизаренкова я также естественно общалась и с Владимиром Николаевичем Топоровым вопросов философии когда Вячеслав Всеволод скончался попросили меня написать некролог это было чрезвычайно ответственным и сложным делом потому потому что сформулировать в кратких словах какие-то скажем важные черты Вячеслава Всеволодовича было чрезвычайно сложно у него было очень-очень много важных черт но я решила что буду писать о том что мне ближе всего то есть как бы о философии и как это не покажется парадоксальным и странным но Вячеслав Всеволодович с моей точки зрения был очень глубоким философом потому что он был тем что философия называется универсалистом он мыслил в глобальных категориях он видел процессы в их целостности и вот это был его особый талант как бы видеть какие-то явления не просто в том состоянии в котором они сейчас находятся но в огромной извините временной перспективе в прошлом и в далеком будущем ну здесь еще об этом ни разу не говорилось но основы его мировоззрения основы его философии было убеждение в том что вселенная была создана таким образом чтобы мы появились в ней это так называемый антропный принцип да который ну все эти вещи уже были сформулированы но у Вячеслава Силовича это все гармоничным образом соединялось и приобрело вид такого законченного целостного мировоззрения объединяющий антропный принцип ноосферы то есть развитие сферы разума и казалось бы какой разум какая сфера разума в нашем мире как можно говорить о том что мы движемся в направлении ноосферы если происходит то что сейчас происходит но Вячеслав Силович считал что чем больше вызовы чем больше угрозы человечеству тем как бы быстрее человечество осознает что нет ничего иного нет никакого другого решения вот всех этих глобальных проблем как объединиться и осознать что мы есть человечество и нам надо себя спасать и вот чем ну как бы логика чем хуже тем лучше то есть ни в коем случае его нельзя считать таким наивным оптимистом который рисовал какие-то золотые горы будущего человечества и при этом как бы не видел того что происходит вокруг он прекрасно видел что происходит вокруг и вот этот его такой глубинный скажем ну пессимизм относительно настоящего служил своеобразным импульсом к развитию оптимистических взглядов потому что он считал что именно осмысление вот всего что сейчас происходит если мы будем это делать именно это осмысление нас приведет к сфере и в русле этого объяснения лежат большинство из его проектов это проекты по синтезу наук по синтезу современного знания и именно с целью спасения человечества именно поэтому человек стоит в центре всех его конструкций всех его проектов мне повезло работать с ним последние 10 лет общаться с ним и я нашла находила в нем всегда человека который с полуслова понимает все что может вытекать из того или иного проекта и последний проект совершенно замечательный в котором он вдохновил и в котором принял самое активное участие это был проект который назывался атомизм и мировая культура но речь в этом проекте шла о том что мы назвали лингвистическая гипотеза происхождения атомизма эта лингвистическая гипотеза заключалась в том что атомизм как учение об атомах но мы понимали его шире мог возникнуть только в культурах в которых в которых развелась скажем которые были основаны на индоевропейской языковой матрице поскольку сам индоевропейский язык представлял из себя такой прообраз атомистического подхода то есть когда из незначимых букв складываются значимые слова и так далее то есть конструирование из простого сложной то есть некая модель которая позволяет переносить себя на разные области знаний вот что атомизм он мог возникнуть только в такого рода культурах и как бы одним из доказательств этого служил для нас отрицательный пример китайской культуры в которой не было собственного атомизма и он не был воспринят до последнего времени вот в этом проекте мы работали совместно и с Владимиром Арестовым и с очень многими людьми из самых разных областей науки и все что Вячеслав Силович сказал написал все это мы опубликовали у нас есть практически 25 публикаций по этому проекту и последнее что я хочу сказать нам очень не хватает человека вообще вот по жизни нам не хватает человека который бы видел немножечко поверх горизонта который бы заглядывал действительно не просто как прожектор а как человек который реально обладает способностью видения вот за то что происходит сегодня потому что мы некоторые растерянности как относиться к очень многим процессам противоречивым который происходит сегодня в современном нашем обществе мне кажется что вот эта перспектива ноосферы она дает какую-то надежду вот и мне хотелось бы верить в то что Вячеслав Силович из своей ноосферы где он сейчас находится он за нами наблюдает и нами по-прежнему руководит спасибо я начал читать работы Вячеслава Силовича во второй половине шестидесятых годов так сказать немножко немножко отстав немножко вот вот сказать какая-то часть моих сверстников еще застали летние школы а я их пропустил и впервые был только вот на зимней школе семьдесят четвертого года и так сказать в этом контексте в этом чтении первых томов семиотики летних школ так сказать ну складывалась довольно мифологическая картина вот такого семиотического парнаса и и я пожалуй не взялся бы как так сказать как многие сегодня дать какие-то оценки даже такого типа как великий человек ну это как бы самоочевидно хотя тем не менее через какое-то время в конце семидесятых годов я попытался как раз дать не оценку на некоторую характеристику она была ну так сказать попытка была сделана в статье написанной к 50-летнему юбилею Владимира Николаевича Топорова я пытался показать что вот ну вот пара Иванов-Топоров это собственно говоря феномен шестидесятых годов так сказать уже ну шестидесятых первая половина семидесятых позже они довольно редко писали вместе но тем не менее это очень такая значимая пара и меня мне интересно было как раз сформулировать то что в каком-то смысле это ученые абсолютно противоположные друг другу то есть то есть я пожалуй начну с Владимира Николаевича что работы Владимира Николаевича сделаны по принципу мозаики целое известно заранее оно известно интуитивно прорабатываются прорабатываются отдельные кусочки причем так сказать желательно прорабатываются наименее очевидные кусочки наименее ожидаемые Вячеслав Всеволодович так сказать наоборот работал индуктивно его идея что можно что есть некое позитивное знание которое можно складывать как кирпичи в целостную картину и именно отсюда идет вот в 70-е годы это привело к тому что на работы Вячеслав Всеволодович тогда смотрели очень скептически обвиняя его в ну популяризации что в сущности это характерно что как раз в начале 70-х годов он писал я даже не помню сейчас контекст но у него была специальная статья где он говорил о том что в каждой научной работе нового меньше десяти процентов что так сказать любая работа это в значительной степени повторение старого и вот эта идея складывания нового из так сказать таких вот готовых кирпичей ну так сказать трудно себе представить метод более противоположный Владимира Николаевича Топорову при этом ну вот так сказать такие попытки обвинения Вячеслава Силовича в такой вот чистой популяризации в таком цитировании журнала Science ну действительно были довольно искренними в 70-е годы хотя там то что в это же время вышла скажем книга о названиях металлов в индоевропейских языках было естественно естественно этими читателями не замечено значит я хотел просто так сказать ну поделиться несколькими такими совсем мелкими мемуарными заметками я познакомился с Вячеславом Силовичем в 71-м году я кончил тогда университет значит к осень я избавился от распределения получил свободный диплом и немалейших научных перспектив в родном городе у меня не было в Ленинграде значит вот вдруг осенью я получил открытку от Юрия Михайловича Лотмана ну он писал что показал мои работы то есть те которые лежали в семиотике Вячеслав Силович и Вячеслав Силович разрешил мне ему написать вот для обсуждения так сказать возможности аспирантуры я написал получил значит в ответ открытку с объяснением как с ним связаться как его найти и мы встретились в сентябре в сентябре семьдесят первого года на Трубниковском переулке значит потом я приехал и делал доклад по своей теме я занимался славянской свадьбой то есть сначала русской потом славянской свадьбой потом я уже сдавал вступительные экзамены и на мой вопрос значит Вячеслав Силович мне написал вашим руководителем будет по моему предложению Владимир Николаевич тем не менее так сказать до вот такой вот как бы сказать до политики Вячеслав все чего не допускал то есть всю организацию защиты ну там сорвавшийся по другим причинам но значит у него была очень интересная концепция по своему опыту считал что нельзя переборщить защита должна быть средней поэтому скажем первым оппонентом у меня был Никита Ильич Толстой и он требовал чтобы я то есть собственно от меня это было бесполезно но наставил что обязательно надо найти качество второго оппонента кандидата ни в коем случае не двух докторов Вячеслав Силович взял на себя он внимательно прочитал мой автореферат деликатно исправляя ошибки в незнакомых мне языках значит и так получилось что мы потом вернулись к этому тексту не к тексту реферата но главу посвященную так сказать этимологии и лексикологии славянской свадьбы я уже в девяносто четвертом году в Лос-Анджелесе попросил его снова посмотреть то есть он вероятно не читал его как раз в первый раз и он замечательно он сделал ряд конкретных замечаний на полях в частности очень предостерегал меня от доверия к материалам Олега Николаевича Трубачева и но он сказал ну вы знаете как-то а вот как-то нехорошо совсем игнорировать те работы которые появились за прошедшие двадцать лет они сказал он ничем не лучше тех работ на которые вы ссылаетесь но все-таки как-то совсем их игнорировать странно вот я хочу еще так сказать похвастаться таким косвенным соавторством то статья о научном приведении Афанасьева которая здесь упоминалась она возникла довольно странным образом это Чудаковы хотели еще в начале восьмидесятых годов так сказать добиться переиздания Афанасьева и в частности хотели чтобы я его редактировал и в качестве некоторого вот такого как сказать такой разведки боем они устроили маленькую публикацию то есть одной одной главы я выбирал ее исключительно по соображениям объема то есть самую маленькую главу из Афанасьева значит под моей редакцией с моими примечаниями и вот предисловием к этой публикации была статья Вячеслава Василовича об Афанасьеве где кстати сказать очень любопытное наблюдение там он некоторые пастернаковские строки возводит к поэтическим воззрениям а редактировать Вячеслава Всеволодовича мне приходилось дважды один раз для сборника к юбилею суперфина на другой раз для сборника памяти моей жены Ларисы Степановой и вот тут я должен сказать что как раз вычитывать сноски мне пришлось довольно много они не были так уж тщательно вычитаны но там была была очень интересная деталь дело в том что моя жена занималась данте статья которую дал Вячеслав Всеволодович это была большая статья объединяющая ряд его мелких работ по этрускологии и здесь такой очень интересный нюанс потому что в рамках итальянской культуры этруски связываются с Флоренцией и статья была действительно замечательная и язвительный суперфин как ты мне сказал ты знаешь вызывает такое же восхищение как в юности имея ввиду вот как в юности вызывали первые так сказать на нашей памяти работы Вячеслав Всеволодович я надеюсь что вы уже общее мнение скажем что мы должны быть благодарны и отделением историко-филологических наук которая организовала это и институту мировой литературы где мы сейчас находимся и институту мировой культуры в частности без невероятных усилий Татьяна Владимировна цельян мы бы сегодня не имели той с одной стороны насыщенной с другой стороны абсолютно экономной программы которую мы благополучно выполнили и мне хотелось бы поскольку всегда хочется чтобы что-то из этого выходило практическое значит одно уже упоминалось раздел в трудах отделение историко-филологических наук второе насколько я знаю на следующий год собирают заявки от академии наук на монографии и мне кажется что среди этих монографий вполне Алексей Михайлович английский текст опубликованный под грифом лучшее что есть по истории древнерусской литературы мне кажется что это вот шесть лекций во всяком случае самая короткая шесть лекций трубецкого да вот если здесь мы опубликуем мне кажется что это будет тоже исключительно важно и если можно возьмите на себя поскольку текст только у вас большое спасибо спасибо на это будет завершено наш свидание спасибо всем спасибо 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 спасибо